Вы что деньги-то в некоторый месяц собираете? Двух участков собираете, ни разу не выведите. Как так? У жителей элиты кончилось терпение, зато возмущению нет предела. Уже больше месяца местные не могут выбросить мусор. Раньше по всему поселку стояли мульды, в основном вдоль дорог. Но из-за этого мусор туда скидывали не только элитовцы, но и жители других поселков, которые проезжали мимо. Потому мульды быстро переполнялись, а мусор разлетался по всей округе. В начале июля администрация поселка решила их убрать, а вот альтернативу предложить забыли. Потому что свалка образовалась, и свалка не нравилась. Никому? Никому не нравилась. Если бы они площадки убирались соответствующим образом и не перегружались своевременно, бы вывозились, вполне может быть, они могли бы стоять дальше. Месяц еще как-то худо-бедно, мы с соседями договаривались, ну кто как выкручивался с этим мусором. А тут уже вот, ну и стыдно уже, в конце концов. Счет мне, например, за июль пришел, платежка пришла, то есть мне в эту услугу, денежку взяли. А услуги нет. Рециклинговая компания готова вывозить мусор с любой точки поселка, лишь бы она была оборудована. Но таковой пока нет. Сейчас администрация Емельяновского района ждет субсидий на полноценные контейнерные площадки. Однако их оборудуют только в 2022 году. Поэтому пока решили устанавливать индивидуальные контейнеры. Один на пять домов. Но их установили далеко не везде. В администрации принято решение по заявлению граждан разместить индивидуальные контейнера на два, на пять дворов. Сейчас прием заявлений идет, контейнеры предоставляются. Но, конечно, их мало, поэтому мы ждем в ближайшее время поставки нового контейнерного оборудования. А в последующем, когда мы получим субсидию уже на контейнерные площадки, мы их перенесем на соответствующие контейнерные площадки. Но пока контейнерных площадок нет, нужна временная замена. И здесь могут помочь те самые мульды. Об этом говорит депутат Юрий Швыткин, которого жители пригласили на собрание. Он предложил собрать в поселке инициативную группу, которая вместе с администрацией пройдет по поселку и выберет новые места для мульт, чтобы они никому не мешали и не стояли у проезжей части. А еще призвал держать контроль над рециклинговой компанией. Если региональный оператор не пойдет на встречу в этой части, я готов написать прокурору Красноярского края депутатский запрос с целью проверить данную услугу, действительно было наказано нет, и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Это информирование населения о вывозе мусора и принуждение в рамках того, что я сказал, к добросовестному исполнению своих обязанностей региональным операторам. Несколько элитовцев уже вызвались вступить в инициативную группу, чтобы самим решить, где будут располагаться временные мульды до появления контейнерных площадок. Елена Армас, Александр Карпов, Новости ТВК.